Здравствуйте, друзья! В Таджикистане вступила в силу поправка в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которой отныне основанием для возбуждения уголовного дела могут служить не только сообщения в газете или журнале, либо распространённые через радио и ТВ, но и опубликованные в интернете. Поправка в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан была одобрена депутатами Маджлиси Намейндагон, Нижней Палаты Парламента Таджикистана 16 декабря 2022 года. Что это значит? Это значит, что власти Таджикистана подновляют свободы слова. В Таджикистане уже были случаи возбуждения уголовного дела после публикации сообщения в виде ролика или фотографии. Один из них адвокат и бывший судебный исполнитель Саиднуриддин Шамсиддинов из Вахвского района, который регулярно жаловался в социальных сетях на действия некоторых прокуроров и судей, в декабре 2020 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Власти Таджикистана последние несколько лет подвергаются критике за ограничение прав и свобод граждан, в том числе подавление свободы слова в стране. Только во второй половине прошлого года семеро журналистов и блогеров были приговорены к различным срокам тюремного заключения от 7 до 21 года колонии. Их обвинили, в частности, в распространении ложной информации, участие в экстремистском сообществе. Аресты и суды над журналистами и блогерами вызвали большой резонанс в обществе и критику западных стран и международных организаций, в частности, США, ЕС, АБСЕ и Комитета защиты журналистов. Суды над журналистами они расценили как «удар по свободе» СМИ.